Легендарная фраза из фильма «Офицеры» и «Есть такая профессия Родину защищать» безусловно и о пограничниках. Организаторы экспозиции «На страже Родины», посвященные столетию учреждения пограничной службы ФСБ России и к церемонии открытия выставки подошли с выдумкой. Помимо выступлений представителей Совета ветеранов и гостей, собравшимся показали фильм о пограничниках, а молодежь из оборонно-спортивного клуба «Ратник» устроила эффективные показательные выступления. Экспозиции также поданы весьма необычно. Рядом с пограничными столбами молодые люди в военной форме разных лет. Военная техника, боевое оружие. Выставка по праву названа интерактивной. Большинство экспонатов можно трогать руками. Именно в этом состоит главная задумка организаторов. Посетителям очень понравится. Тем более у нас программа для школьников интересная. Здесь и интерактивные площадки будут, и как правильно портянки одеть, и что такое мосинка винтовка, и что такое современный автомат. Вот эта эволюция от старого оружия к современному, форма. По форме можно целые лекции давать. Кроме того, посетители смогут фотографироваться в интерактивной зоне на фоне участка границы в форме пограничника с макетами оружия. В остальном экспозиция собрана по всем выставочным правилам исключительно силами местных энтузиастов. Готовя материалы к выставке, разбирая свои личные архивы, я нашел красноармейскую книжку, принадлежащую моей бабушке. Оказалось, что когда была финская война 1939 года, она служила в пограничных войсках, служила именно санинструктором. Началась война, она прошла всю Великую Отечественную войну, войну закончила в Берлине и очень долго прожила уже после войны. На выставке представлено порядка 300 экспонатов. Все они расположены в трех залах. И несмотря на то, что основной упор сделан именно на советской и российской пограничной службе, экспозиция не ограничивается столетней историей. Почему же пограничные столбы Российской империи имеют именно вот такую окраску? И во всех источниках пришли тоже к такому консенсусу, что вот такая окраска, она очень хорошо видна в темноте. Работа проделана огромная. Например, здесь можно увидеть подлинные документы и фотографии разных лет, форму военнослужащих пограничных войск, нагрудные знаки и медали. Где-то, где есть пограничные части, может, такая выставка была ничем не примечательна. А вот для этого города, для этого музея необычность, наверное, состоит в том, что вот своими силами, при энтузиазме одного, двух или трех пограничников сделать такую выставку – это большая работа. Часть выставки составляют экспонаты, найденные при раскопках в местах сражений. Их предоставили участники оборонно-спортивного клуба «Ратник». Ряд находок из Брестской крепости. Мы отрядом работаем по вековечию памяти погибшего в годы Великой Отечественной войны и представили поисковые экспонаты. Здесь вот то, что было связано и по Великой Отечественной войне, и по началу войны мы ежегодно выезжаем 22 июня на День скорби памяти в Брест. Выставка будет открыта в историко-культурном центре до 29 мая. Вход свободный. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова